Нынешний год для Куэргазинского района знаковый, району 80 лет. Пройден солидный путь, отмеченный многочисленными завоеваниями и знаменательными событиями. Историю района в музыкальной композиции постарались передать учащийся школ. Это времена первых пятилеток, когда район прославляли передовики сельского хозяйства. Период коллективизации, когда в районе было образовано 71 коллективное хозяйство. Затем тяжелые военные годы. С Куэргазинского района на фронт ушли около 11 тысяч человек. Из них почти каждый третий погиб. За смелость и мужество, проявленные в боях, шести уроженцам района присвоено звание Героя Советского Союза. Один кавалер ордена Красной Звезды Трех Степеней. Один полный кавалер ордена Славы. Славные дела Куэргазинцев отмечены и в послевоенные годы. За трудовые подвиги три человека удостоены звания Героя Социалистического Труда. Именно люди – это главное богатство района, отметил в поздравительном адресе глава администрации Ахат Кутлахметов. Наша малая родина славится не только своими недрами и красотой природы. Главное ее богатство составляют люди – талантливые, скромные, неутомимые труженики, чьим трудом и стараниями создаются самые лучшие, самые добрые на родной земле. Люди, которых не сломили суровые годы тяжелых испытаний, чьи судьбы стали примером мужества и жизнестойкости. Люди, совершавшие боевые и трудовые подвиги во имя добра и счастья. Юбилей – это праздник, на который приглашают друзей. Вот и на 80-летие в зале собрались люди, которые внесли большой вклад в развитие и процветание родного района. Это руководители хозяйств, представители образования, медицины и промышленности, почетные граждане, ветераны труда. Поздравились с юбилеем и первые руководители. Разрешите мне от имени всех крестьян нашего района, от себя лично горячо и сердечно поздравить вас с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, всего самого наилучшего. После ухода на нас уже на отдых я написал книгу «Воспоминания. Судьба, выбранная мной». Здесь отражена и история района за годы моей трудовой деятельности, о людях, с которыми я работаю. Эту книгу я подарил всем школьным и сельским библиотекам. Молодежь имеет возможность познакомиться. Почему я так назвал книгу? Я всю свою трудовую деятельность спасил к своему району. Много было приглашений в республику на высокие должности, но я остался в районе. Спасибо землякам, они меня многократно избрали депутатом Верховного Совета, Госсобрания, районного совета. Избиратели мне давали наказы, их надо было выполнять. Поэтому, получив мандат депутата, я не мог оставить своих избирателей. А для выполнения наказов требуется время, годы. Я так выбрал свою судьбу. Здесь сегодня я хотел бы пожелать нашей молодежи, тоже после получения образования, вернуться на родину и служить на планах своей земли. Этот наказ прозвучал и в адрес талантливых молодых людей, которые в ходе конференции знакомили со своими научными работами. Юные исследователи изучили такие темы, как Куиргадзинский район в годы Великой Отечественной войны, родословный Султангареевых, писатели и поэты района, перспективы развития туризма, о целебных свойствах якутовского источника. Всего представлено 8 работ. В завершении глава администрации Ахат Кутулахмеда вручил памятные подарки, книги участникам конференции, которые постарались показать, насколько Куиргадзинский район богат природными богатствами и людьми, прославляющими свою малую родину. В течение всего мероприятия своими выступлениями радовали зрители коллективы художественной самодеятельности. Продолжение следует...